Всем привет! Сегодня расскажу о акации, о ее полезных и лечебных свойствах. Белая акация, или как ее еще называют, рабиния, приобрела свою популярность за счет своего красивого внешнего вида, душистого аромата и лечебных свойств, которые помогают организму человека бороться с различными недугами. Листва и сосветия данного растения применяются для приготовления различных лекарственных растворов, а именно чая, отвара, масла, мази, настои, настойки на спиртовой основе и т.д. Полезные качества и противопоказания такого растительного компонента известны народной медицине с давних пор. Данная культура используется в профилактических и лечебных целях при различных патологиях. Улучшает свертываемость крови, расширяет сосуды, снимает спазмы, повышает выделение мокроты при простуде, снижает температуру тела, усиливает выделение пота, уничтожает болезнетворные бактерии, производит мочегонный эффект, нормализует давление, стимулирует выделение желчи, понижает кислотность желудка и лечит всевозможные болезни суставов. Сбор цветков начинается в мае. Свойства акации Жаропонижающие Спазмолитические Противовоспалительные Болеутоляющие Крововосстанавливающие Гипотензивные Бактерицидные Мочегонные Желчегонные И немного послабляющие Отхаркивающие свойства при кашле Иммуностимулирующие Прежде всего следует отметить, что Робиния положительно влияет на суставы, а именно подавляет воспалительный процесс, уменьшает боль и обеспечивает восстановление пораженного участка. Помогает растительное сырье также при гипертонической болезни, принимает участие в восстановлении сердечной деятельности. За счет мягкого седативного эффекта акация позитивно влияет на нервную систему, при этом стабилизируется сон. Человеку гораздо легче избавиться от стресса и переутомления. Наблюдается здоровое функционирование головного мозга, благодаря тому, что данное средство активизирует в нем кровообращение. Незаменима Робиния при терапии органов пищеварительной системы. Препараты на основе сырья акации принимаются при гастрите с повышенной желудочной кислотностью. Акациевый цвет используется в терапии сухого кашля, а также для подавления приступов астмы. Однако это возможно только в том случае, когда на растении не развивается аллергия. Полезно также совмещать медикаментозное лечение с акациевым медом. Сырье данного растения поможет вылечить запоры и справиться с кишечной непроходимостью, восстанавливая перестательку и улучшая процесс переваривания пищи. Акация в гемеопатии известна как спазмолитический препарат, а также используется в качестве антиперитического средства. Робиния способна очистить печень, обеспечивая синтез желчи и восстанавливая ее отток. Поэтому данный продукт можно включать в комплексную терапию патологий печени, а также при холестиците. Еще белая акация – отличный медонос, позволяющий передать все лечебные свойства цветов в меде. Цветки содержат флавоноиды, эфирное масло, сахара и органические кислоты. В состав эфирного масла входит метиловый эфир антрониловой кислоты, индол, гелиотропин, бензилалкоголь и сложные эфиросалициловые кислоты. Из коры выделены дубильные вещества – токсальбумин, рабин, эфирное масло, фитостерин, стигмастерин, а также пектины и витамины А и С. Народная медицина давно доказала, что настои из акации понижают жар, облегчают спазмы, борются с воспалениями. Это отличное средство при пневмонии, бронхите, сильном кашле у детей и взрослых. Настой и отвар для лечения и профилактики заболеваний можно готовить из цветков, коры и семян. После основательных исследований ботаники обнаружили в цветках акации полезные для человеческого организма флавоноиды. Ароматное эфирное масло, органические кислоты и тому подобное. Относительно коры акации, то здесь ученые нашли не менее полезные для нашего организма танины, дубильные вещества, стигмастерин, а также эфирные масла. Если вас мучают такие болезни, как гастрит, язва желудка, запор или избыток желудочного сока, то приготовьте спиртовую настойку или горячий отвар из молодых веток акации. Возьмите половину десертной ложки коры акации в измельченном виде и залейте двумя стаканами кипяченой воды. По истечению двух часов смесь необходимо процедить через марлю и принимать по одной рюмке за час до еды, три раза в день. Если вы страдаете от радикулита, прогрессирующих ран на коже и подобных болезней, то прекрасный лечебный эффект окажет настойка из цветков или коры акации на основе спирта. Цветки или сухую кору нужно замочить в 100 мл спирта и оставить настаиваться на 10 дней, а потом периодически смазывать пораженные участки кожи. При изжоге народная медицина советует пить настойку из молодых веток этого растения. Чтобы приготовить снадобье, нужно использовать исключительно кору веток акации. Одну столовую ложку сухой измельченной коры нужно залить 0,5 литров кипятка и варить на медленном огне в течение 20 минут. Далее отвар следует процедить и принимать по несколько столовых ложек дважды в день. Такой отвар очень полезен при обостренных хронических заболеваниях пищеварительной системы организма. Чтобы избавиться от проблем с желудком, недостаточно только пить отвары и настои из белой акации. Важно еще правильное питание. Обратите внимание, что кора акации при передозировках может привести к отравлению. Поэтому важно употреблять настой и отвары из нее в умеренных количествах. Это дерево, хоть и официально признано лекарственным средством, может принести не только пользу, но и вред организму. Особенно не стоит забывать, что некоторые части растения содержат ядовитые вещества. Также категорически противопоказаны использование этого растения при лечении беременных женщин и в период лактации. Если бесконтрольно употреблять средства, которые изготовлены из белой акации, может быть передозировка, которая сопровождается такими симптомами, как головная боль, общее недомогание, слабость и тошнота. Если же все-таки возникла передозировка, следует обратиться к врачу и сделать промывание желудка. Противопоказания В таких частях дерева, как семена, кора и корни, концентрация ядовитых веществ достаточно высока. Употребление их в медицинских целях сопряжено с риском передозировки. Таксальбумин-рабин, который в обилии находится в составе древесной коры, может привести к серьезному раздражению слизистых оболочек. Не стоит злоупотреблять препаратами из акации людям с низким кровяным давлением и низкой кислотностью желудочного сока. Запомните, каким бы лекарственное растение не было полезным, перед началом его приема необходимо обязательно получить консультацию у врача, который специализируется на конкретном заболевании. Надеюсь, ролик был для вас полезным. Берегите свое здоровье и улыбайтесь чаще. Всем спасибо и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok